добрый день рад приветствовать вас у нас сегодня новая глава азбуки виски большое спасибо за трибуну прекрасному бутику де кантер сначала представлюсь меня зовут дмитрий краснов я являюсь бренд амбассадором компании лудинг представляю обширный крепкий портфель компании и в том числе безусловно скотчи один из ярчайших брендов в нашем портфеле бренд highland queen интереснейшие виски с богатейшей истории дистилляции и купажа безусловно сегодня продегустируем не только купажированные релизы но в том числе односолдовые уверен будет интересно друзья сегодня у нас довольно таки обширный дегустационный рейндж присутствует как купажированные релизы так и односолдовые давайте для начала разберемся конечно же с дефинициями что такое купажированные виски что такое односолдовые купажированные это безусловно самая популярная категория виски в мире на сегодняшний день, чтобы вы понимали объемы, из Шотландии экспортируется порядка 1 миллиарда 200 миллионов бутылок ежегодно. И порядка 80% приходится именно на купажированные виски. В чем особенность? В чем особенность технологического производства? Здесь смешиваются, во-первых, зерновые нейтральные спирты, произведенные через колонну непрерывного действия, и, конечно же, спирты, произведенные традиционным путем дистилляции, исключительно солодовые спирты. Что касается односолодовых виски, здесь мы имеем дело с одним типом сырья, это соложенный ячмень и, конечно же, одна винокурня, то есть слово сингл имеет отношение не только к сырью, но и к месту производства. Давайте вдоль ящик не будем откладывать дегустацию, у нас первый релиз, первый релиз купажированного виски, это blended скотч виски Highland Queen, 8 лет, конечно же, не 3 года, это интересный образец, хотя он также у нас присутствует в линейке, но не в дегустационной. Давайте попробуем на нос, я бы сказал, довольно характерные сладкие ноты, ячмень, возможно, ириски, ну и, пожалуй, карамель. Во вкусе интересные ноты, опять-таки, я бы сказал, пряные, плюс ореховая сладость небольшая, определенно сухофрукты, в том числе изюм. Окей, продолжим, предлагаю сделать небольшой шаг назад, поговорить об истории бренда, об истории Highland Queen, когда же все началось. Началось все в конце 18 века, это 1893 год, некто Родерик Макдональд принимает решение открыть свое дело, заняться бизнесом, и, конечно же, будучи шотландцем, в первую очередь обращает свое внимание именно на алкогольную индустрию, находят компаньоны, и они основывают компанию McDonald's & Muir Limited. Первое время эти прекрасные джентльмены занимаются тем, что приобретают спирты на винокурных и занимаются составлением собственных купажей, смешиванием виски, естественно, лелея мечту о переходе на качественно новый уровень, о приобретении собственной дистиллерии. И вот спустя буквально 10 лет по меркам виски бизнеса, наверное, срок не очень долгий, эти люди спустя большой труд, так скажем, зарабатывают достаточно денег для того, чтобы приобрести собственную винокурню, собственную дистиллерию. Эта дистиллерия становится небезызвестной вам, я уверен, дистиллерия Глем Моранж. С тех пор у Родерика Макдональда появляется возможность замешивать уже собственные спирты в купажи. В принципе, бренд Highland Coin – это весьма любопытная история дистилляции и любопытная история смешивания, в первую очередь. Highland Coin – королева высокогорья в переводе с английского языка. Стала для своих создателей своего рода символом достижения именно вершин, именно смешивания, конечно же. Собственно, на этой ноте я предлагаю перейти ко второму релизу, ко второму экземпляру. Это также Blended Whisky, но уже 12 лет, шагаем еще на 4 года вперед. Так что касается дегустационных заметок, 12-летний Blended Mold, здесь также, как и в первом релизе, 40 объемных долей алкоголя, но, как я и говорил, шагаем еще на 4 года вглубь. Посмотрим, как меняется вкусовой профиль, вкусовые характеристики и, конечно, в целом органолепсика. Кардинально другой нос. Здесь сразу же бросается именно некий перец, некие восточные специи, что-то такое карри может быть даже. Во вкусе сухофрукты, безусловно. Шоколадные нотки довольно сладкие, карамелизированные даже, я бы сказал. Ну, довольно продолжительное, мягкое послевкусие. Такой очень гладкий, округлый виски, элегантный. Я бы сказал, это часть причины популярности, в принципе, категории Blended в целом. Да, это, во-первых, конечно, стоимость несравнима с категорией Single Mold. Во-вторых, это определенная мягкость. Ну, окей. И продолжим, откуда, собственно говоря, взялось название Highland Queen, что это означает. Как я и говорил, это королева высокогорье, но в честь кого же был назван этот виски. Была такая прекрасная женщина Мария Стюарт, королева Шотландии. Правила она, правда, недолго. Была коронована в 1561 году. Порт Литта. Раньше это был отдельный город, отдельный порт. Сейчас это часть Эдимбурга, и всего лишь спустя 6 лет ее правление было окончено, в 1567 году, если быть точным. После этого ее судьба сложилась весьма трагически. Она была обвинена в участии в заговоре против трона с целью свержения своей двоюродной сестры, королевы Елизаветы I, и впоследствии, безусловно, арестована и казнена. Как я и говорил, драматическая судьба, буквально с литературными поворотами, будоражило воображение не только писателей, а в принципе людей творческих, а мастеров-блендеров, как никого, конечно, мы можем отнести к людям творческим, они полностью имеют на это право. Также вдохновился и Родерик Макдональд, назвав свой виски в честь этой знаменательной фигуры. Что касается самого Родерика Макдональда, он был не только активным бизнесменом, он был также активным путешественником. Огромную часть своей жизни он провел в визитах в другие страны. Чем же он там занимался? Конечно же, в первую очередь презентацией и продвижением своего бренда виски, Highland Queen. Таким образом, он фактически стал первым амбассадором бренда Highland Queen. Макдональд путешествовал в разные страны, буквально на небольшом фургончике, нагруженном виске, на боку фургона красовался бренд Highland Queen. И, конечно же, он, рассказывая о своем виске, его и продавал, отправляя письма назад в Шотландию с детализированным указанием, сколько требуется виски к огрузке и точным адресом покупателя. И продолжал свой путь далее. Собственно, его преемники, наследники, так скажем, этого бренда, не покладая рук, трудились над его развитием. И буквально к 70-м годам, уже 20-го века, виски Highland Queen обретает поистине глобальную популярность. Сейчас он представлен во всех странах потребителях виски. Это и Скандинавия, Европа, Северная, Южная Америка, даже Ближний Восток. В целом это более 60 стран. Именно в этом количестве стран представлен Highland Queen. Помимо, конечно же, blended категории, в которой представлены виски от 3 до 12 лет, у нас существует категория односолдовых виски. О ней мы в самом начале уже поговорили, что это такое. Это, конечно, более премиальная категория виски. Всего лишь 10% от общего объема экспорта приходится на односолдовые виски. Линейка маркируется особым образом. Если вы возьмете бутылку в руки под брендом Highland Queen, вы обязательно найдете суффиксирование. Маджести, Ее Величество. Именно так маркируются односолдовые виски в линейке Highland Queen. Образцы представлены от нас релиза, до буквально 52 лет. Сегодня мы продегустируем виски нас, виски 12 лет и 16 лет. Что же такое нас? Давайте разберемся, что за категория. Она вновь набирает популярность. Почему я говорю вновь? Популярность ее развивалась по своего рода синусоиде. В период примерно с 50-х по 70-е годы нас категория Knowledge Statement или виски без указания возраста были исключительно популярны. Потом где-то с 70-х до конца 90-х, начало 2000-х рост популярности именно на виски с указанием возраста. И в 2000-х годах, безусловно, дистиллерии подошли к тому, что запасы спиртов стали подмываться и практически все, если не сказать, все крупные игроки этого рынка выпустили свои нас релизы. Ханн Куин также может похвастаться своим нас релизом. Здесь важный момент, на что нужно обратить внимание. Если мы смотрим на контр-этикетку, там, как правило, указан срок выдержки 3 года. Это не всегда, как и в нашем случае, соответствует правде, это лишь требование законодательства. Существует определенный регламент, регламент производства именно шотландского скотча. Виски не может быть выдержан менее 3 лет и 1 дня. Именно эта цифра фиксируется на контр-этикетке. Но на самом деле здесь могут быть спирты более старшие. С этим мы и столкнемся. То есть я бы сказал, что по органолептическому профилю мы имеем дело с 5-8-летним виски. То есть если кто-то из вас пробовал 3-летний, это совершенно другая история. Пить его практически невозможно. Давайте. Итак, что касается дегустационных заметок. Так что касается дегустационных заметок о нашем прекрасном нас релизе, релизе без указания возраста, Highland Coin Matchesty Classic. Очевидные нотки фруктов присутствуют в ароматике, безусловно. И легкий флерт цветочный. Во вкусе сухофрукты, орехи и ячмень очевидный. Окей, продолжим. Интересный факт. В 2011 году бренд Highland Coin в последний раз сменил своего владельца. Им стала французская компания Picard Wines & Spirits. К чему я это все рассказываю? Та же самая компания владеет дистиллерией Tullibardin, небезызвестной. Опять-таки, в чем важность этого момента, здесь будет резонно предположить, что под брендом Highland Coin, они конечно это не раскрывают на официальном уровне, но резонно будет предположить, что спирты именно этой дистиллерии принимают участие в формировании как купажей, так и сингл молдов. Tullibardin это одно из старейших производств алкоголя в Шотландии в принципе, начиналось все в 15 веке, если быть точным в 1488 году с производства пива. Далее пивоварня меняла своих владельцев, закрывалась, производство реанимировалось, находилось в спящем режиме. В конце 18 века, в 1798 году были выгнаны первые спирты, то есть это место начало функционировать уже как дистиллерия. И только к 1949 году, в очередной раз поменяв владельца, дистиллерия Tullibardin уже полностью преобразилась, трансформировавшись из пивоварни в винокурниум. К чему опять-таки, да, я все это рассказываю, рекомендую в этой связи после нашего, так скажем, небольшого расследования обратить внимание на разницу в стоимости скотчей Highland Queen, я имею ввиду сингл молты, конечно же, и Tullibardin. Я у вас уверяю, Highland Queen вас удивит, приятно удивит, безусловно. На этом ноте предлагаю перейти к 12-летнему релизу. Здесь уже честные 12 лет, спирты выдерживаются не менее 12 лет. Вкусовой профиль опять-таки очень любопытный, очень элегантный, цветочная палитра во вкусе, намного ярче, чем в образце нового H-Statement, и, безусловно, сладость во вкусе, сладость, которую дают сухофрукты, орехи и ваниль определенная. В виски-мире существует ряд фигур с таким безусловным авторитетом, среди них, безусловно, Джим Мюррей, весьма известная персона, это англичанин, он является журналистом, писателем, безусловно известен в среде виски-коносеров, среде любителей культуры виски в целом. Этот человек выпускает ежегодные, так называемую, библию виски, виски-байбл, где описывает свои впечатления от дегустации буквально тысяч образцов. Продегустировав виски, Хайланд Куин, Джим Мюррей дал прекрасный, очень лестный комментарий, причем всей линейки выставил баллы от 65,5 до 90. Мы понимаем, что здесь стабальная шкала, действительно результат очень высокий и достоин уважения. На этой ноте предлагаю перейти к нашему финальному экземпляру на сегодняшний день, дегустационному. Это Хайланд Куин сингл молд 16 лет. Очевидные ноты шоколада, сухофруктов в ароматике на первый нос. Во вкусе определенная ореховая сладость, ячмень также присутствует. И интересное послевкусие. Послевкусие с оттенками дыма, такого небольшого, что удивительно. Мы знаем, дымные виски, как правило, конечно же, производятся на острове Айла. Есть и исключения, безусловно, и в Хайланд, но Хайланд парк не из этих виски. И здесь сугубо работа бочки. Опять-таки, производитель не указывает, в каких именно бочках выдерживался виски. Но, судя по органолептической гамме, мы, я думаю, предположим, что это в большей мере, безусловно, бурбоновые бочки классические. Таким образом, подводя, я думаю, уже красную черту под нашей сегодняшней встречей, суммируя и резюмируя сказанное, по вкусовому профилю, это, безусловно, традиционный Хайланд. Это орехи, сухофрукты, ячмень, опять-таки. По стоимости весьма конкурентно способный скотч. Особенности, принимая во внимание то, о чем я рассказал, какой дистиллерии владеет компания, которая владеет брендом Хайланд Куин. Друзья, на этом, наверное, все. Будем закругляться. Большое спасибо еще раз Бутику Декантер за прекрасную площадку. Пейте виски, пейте ответственно. Всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok